я рада вновь приветствовать вас на своем канале beauty крестик зовут меня катя это видео о покупках которые я совершила сегодня и вот буквально недавно вернувшись домой спешу поделиться с вами радостью от потраченных денег и полученным удовольствием ну и начнем наверное с малого начнем наверное вот с этих вот ниточек это ниточки dmc их здесь 10 оттенков вот так вот я их вам разложу да они такие невзрачные как вы видите достаточно спокойных тонов для чего я их купила кто давно со мной кто давно меня смотрит тот знает что я вышивать люблю часто по журналам и показывала свое время вам вот этот очаровательный дизайн который называется горная леди это горная сорока и у меня для этого сюжета уже давно подобрана ткань но необходимо закупиться нитками вышивается здесь этот сюжет нитками dmc я конечно хотела было сэкономить и перевести dmc во что-то более дешевое но не получилось не захотела в общем решила потихонечку поскольку пока я еще не собираюсь приступать вот прямо сейчас сейчас к вышивке этого сюжета потихонечку закупаться ниточками и купила сегодня 10 оттенков у меня в моих запасах но давайте я вам покажу потом я уже хотела снять видео на своих нитках у меня вот столько dmc пока еще мало но это все с предыдущего сюжета с веселых соседей которые я тоже вышивала по журналу птички там такие были помните вязаном скворечнике вот тут вышивалась dmc ниточками но с этим сюжетом с сорокой перекликается по моему всего пять номеров dmc остальное надо докупать ну и в общем чтобы не сильно било по карману вот я купила 10 ниточек значит да сразу говорю что рукодельные покупки я сегодня совершала в леонардо вот такие оттеночки я приобрела ну природный такой цвет все синий до серый до беленький до серенький в общем все что положено птичкам в природе 10 номеров идут в мою коллекцию потихонечку буду докупать там вообще 35 оттенков dmc чистых ну и бленды соответственно вот 15 у меня уже есть еще 20 ну вот разобью на 2 покупки по 10 моточков потом сяду приматаю под какой-нибудь тег под полтавню какой-нибудь и там уже наверное приступлю к вышивке этих сорок которые всем понравились далее то что вы сейчас видите на своих экранах это ткань для подушек если кто смотрит меня тот знает что я вышиваю орнаменты и бордюры схемы я нашла в интернете и на равномерке оттенка светлой мокко такими различных оттенков лиловыми нитками сочетание с зеленым я вышиваю три три центральных элемента которые будут являться подушками и сегодня я купила для них ткань значит вот эту ткань вот эти три оттенка я купила в обычном магазине модница в обычном магазине тканей и конечно же ну вы и сами это без меня наверное понимаете но все-таки я остановлюсь на этом хочу просто сказать насколько же выгоднее покупать ткани в обычном магазине они в том же леонардо например да то есть а вот здесь три куска ткани это мебельная ткань она такая полу на ощупь знаете как замши или как флок такая мягонькая в общем очень и у нее видите есть такие в общем направляющие ворс такой есть симпатичный значит 150 сантиметров ширина я взяла по 50 сантиметров каждого на подушке соответственно за эти три отреза я заплатила порядка 400 470 рублей вот три куска вот эти вот у меня получились на 470 рублей они очень приятные очень хорошие по цвету что хочу сказать все как я и хотела гармонично перекликается с тем что я сейчас вышиваю такая светло верблюжий ткань света верблюжий вот такого оттенка такого мышиного серо-коричневого и темно-фиолетового приятные очень ну и также в магазине леонардо я купила плюш такого спокойно спокойного такого зеленого цвета два кусочка это обычная вот фирма пеппи которая производит и ткани для пэтчворка хлопок и другие различные ткани для рукоделия вот два кусочка я купила они сейчас там по акции по 205 рублей 70 копеек именно размером 48 на 48 сантиметров и только плюш у них идет и вот зелененький был только два кусочка может было три если в продаже я бы может купила бы три но с другой стороны я думаю что мне хватит две будут зеленые например подушки а третья там фиолетовая это не принципиально единственное для сравнения вот хочу сказать насколько разница по цене да вы и сами можете сопоставить два кусочка ткани по 205 рублей 70 копеек 48 на 48 и три отреза ткани на ту же самую почти в ту же самую стоимость чуть подороже да но при этом шириной 150 и 50 сантиметров господи длиной ну в общем понимаете о чем я говорю в общем конечно же выгоднее покупать в розничном магазине ткани журнала журнала я купила в магазине первая полоса ну первое что вы видите это журнал вышитые картины честно скажу я клюнула вот на этот сюжет ван гога еще так подумала странная проработка какая-то но думаю ладно разберусь и когда уже села в автобус стала разбираться выяснил что это бисер то бисером я не вышиваю ну в общем абсолютно пустой вот журнал ни о чем вообще конечно не не знаю номер восемь за 2017 год вышитые картины вот абсолютно выкинутые деньги единственное что в конце там есть такие вот сюжетики это даже не гладью вышивается просто шовчиками такими стежками даже я бы сказала не шовчики а стежки абсолютно маленькие миниатюрки декоративными шовчиками размер тут же не знаю что то порядка наверное 18 или 15 сантиметров диаметре гладью только вот у пчелки то еще вышивается и вот бантик вот это остальное все стежки вот это единственное что можно вышить остатками ниток на остатках равномерки все остальное ну вообще ни о чем вот просто не и даже мне знаете показалось что журнале бумага какая-то стала хуже что ли я не знаю вот здесь кстати говоря вообще так забавно и конечно не буду я не люблю занудствовать но просто вот открыла я этот разворот здесь два этих изображения поставленные на мольбертик да и прислоненные к окну к стеклу к стеклу и поскольку видно было немножечко добавлено каких-то эффектов может быть контрастности или цвет выделен какой-то определенный все стекло грязное у них вот все в каплях грязных дождя и все это видно в общем добавила еще разочарование мне от этого журнала плохой номер нет не понравился мне так а вот это вот у меня два номера журналов по вязанию да кто значит смотрит меня в инстаграм тот знает что я начала вязать и я ребята так в это погрузилась честно говоря что скоро выйдет у меня на канале видео по моему вязанию что я вижу что я собираюсь вязать в общем как любой творческий человек я уж чем увлеку если уж я чем-то увлекусь то это серьезно и надолго и вот в этом видео который мне предстоит снять по вязанию мы полистаем эти журналы просто для того чтобы я вас познакомила немножко со своим вкусом вязание но сразу скажу что в журнале ирен номер 4 за 2017 год я клюнула естественно на пуловер который на обложке просто шикарный шикарно вяжется из вот такого розово-кораллового мохера просто роскошный королевский а здесь мне очень понравился простой пуловер сейчас я постараюсь быстренько его найти чтобы так немножечко ну конечно быстро не получается да вот желтоконоречного цвета пуловер с застежкой пола вяжется очень просто лицевой гладью и кроя у него очень простой вот это то что мне сразу приглянулось остальное посмотрим потом ну и конечно же логично вытекает из предыдущего моего рассказа о журналах по вязанию то что я и пряжу конечно же купила ну начнем вот с такой вот пряжи строить к троицкая пряжа называется мираж здесь 50 процентов мериноса 50 акрила 100 граммах 30 330 метров она такого секционного окрашивания это пряжи я купила ее для бактуса я хочу связать на осень пару таких очаровательных платков они вяжутся быстро и просто вот в таком вот цветовом содержании два моточка значит пряжа из троицка да как я уже сказала дальше давайте уберем так строчку дальше 2 матка одели значит это тоже пряжа секционного окрашивания вот в таком вот оттенки очень красивый такой салатовый лист вы какой-то не знаю но это стопроцентный акрил да это стопроцентный акрил но по цвету он просто бомбезный мне он очень понравился и тоже я считаю на осень вот какой-то бактус я наверное с него бы связала значит здесь в 100 граммах 308 метров то есть достаточно длинная такая ниточка и что еще про него сказать ничего не могу сказать пока не начала вязать ну вот аделия 2 2 ма . и соответственно значит два матка вот такой вот пряжи это уже такая толстая как вы видите пряжа достаточно она вяжется семеркой спицами семерка это северная пехорка здесь состав более теплый это зимняя серия тут у них сейчас скажу у них здесь 30 процентов ангоры 30 полутонкой шерсти и 40 процентов акрила высокообъемного по цвету как вы видите он перекликается и с этими нитками и с этими ну вот мне хочется чтобы осень была такая яркая с летом все уже понятно всем давайте будем настраиваться на такую яркую веселую осень в сочетании с черной или серной верхней одежды будет смотреться очень даже красиво добавим красок нашу жизнь и все у нас будет хорошо опять же значит ближайшее время выйдет видео где я покажу что я начала уже вязать муж какой-то образец бактус и шапочка в общем надеюсь что все у меня получится но и в instagram также буду выкладывать может быть какие-то там свои образцы значит всю эту пряжу я купила в леонардо вся она достаточно недорогая абсолютно бюджетный вариант значит северная пряжа стоит 83 рубля за моточек да кстати не сказал я здесь 50 грамм 50 метров по моему насколько я помню да значит дальше салат вот этот травяной акрил это моток стоит 150 рублей 50 копеек один моточек и троицкая стоит 178 рублей 59 копеек ну потому что и по аксессуарам просто купила три пары круговых спиц для вот этих бактусов и толстую семерку для вот шапки для северной пряжи а это вот для вот этих вот ниточек но буду выбирать три с половиной или три что удобнее у меня в принципе есть но я не вязала вот этой византии бренд такой который выпускает аксессуары у меня в основном все гаммы это металл я так понимаю до металлические с покрытием и 100 сантиметров леска на общем посмотрю что они из себя представляют кому интересно смотрите за моим вязанием спасибо за внимание что посмотрели видео рада была поделиться может быть кому-то полезно кто-то поедет леонардо или еще что-то какие-то идеи почерпнет из видео всем всего доброго всем спасибо за внимание оставайтесь на моем канале смотрите мои фотографии в инстаграм там много рукоделия всякого разного все она там всего вам самого доброго до новых встреч пока 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 и Продолжение следует...